Всем привет! С вами Айка с очередным мукбанком. Для начала мне бы хотелось поздравить всех наших братьев, сестер, мусульман со священным праздником Рамадан. Я пост не держу. Я бы хотела спросить у вас, возможно, мне стоит выкладывать видео вечером, когда уже все открыли свой ифтар, или же просто вы смотрите чуть-чуть попозже. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Как вы скажете, так я и сделаю. Итак, сегодня у нас хинкал и клубничка. Наконец-то клубничка. Посмотрите, какая огромная просто. Я специально искала такого размера, нашла, но правда дорого. За 6 манат купила. Но я решила раскошелиться. Давайте начнем с клубнички. Прям хочется. На удивление, вот вы не поверите, но она невероятно сладкая просто. Мне почему-то кажется, что в прошлом году было дороже. Обожаю клубнику. Такой аромат стоит вот здесь. Жалко, видео не передает ароматы, потому что это прям нечто. Я вообще с детства очень люблю клубнику по сравнению со всеми другими ягодами, фруктами. Я, в общем-то, все люблю. Единственное, что я не особо из фруктов. Это тут. Не знаю, до меня не доходит. Вот сколько лет у нас во дворе это тут. Не люблю его. Вкуснотища. Рецепт на хинькау будет внизу. Обязательно переходите, готовьте. Вкуснотища просто. Также внизу будет рецепт на домашний кефирчик. А сюда еще добавила чесночок. Получается вообще обалденно вкусно. Рассказывайте, как ваши дела. Что у вас ново. У нас тут сегодня ветрено. Вот. Прям не хочется на улицу. Сегодня у нас с мамой, да не только сегодня, последнюю где-то неделю, недопонимание. Кому не сложно, напишите в комментариях, как вы считаете, кто прав. Я считаю, что те продукты, которые начали дорожать, их надо покупать и оставлять. Потому что непонятно, чем все закончится, когда все это закончится. Например, растительное масло, бумага. У нас немного подорожала бумага. Мне кажется, лучше купить и оставить. Ну, вы знаете, один вот такой набор, или как правильно сказать, одна пачка, наверное, да? Бумаги А4. Мне где-то ориентировочно хватает на полтора года. И у меня вроде есть полупаковки. Мама говорит, зачем покупать? Найдется какое-то решение. Мама просто угорает надо мной. Все остальные родственники тоже. Все будет. Все будет пучком. Я маме говорю, давай купим масло и оставим. Мама говорит, у нас дома два члена семьи. Сколько масла мы съедим за год? То же самое было со мной в период коронавируса. Я помню, эта тема только-только началась. И папа с мамой были в деревне. Что делала я? Я пошла в магазины и собрала гречки. Сколько, возможно. Не помню, я вам снимала, показывала это или нет. В общем, в зале у меня был один угол, куда я собирала все, что я покупаю. Просто я физически не в силе была дотащить столько. Поэтому я тащила партиями. Но купила всего. И мыла. До сих пор у нас лежит это мыло. И в тот период тоже особо какой-то паники не было. Но мне хотелось закупиться, чтобы а вдруг, а что? Я маме сказала, приезжайте из деревни. Будем сидеть дома. Не будем выходить на улицу, чтобы не заразиться коронавирусом. А вдруг мы все умрем? В тот период вообще был жесткий страх у меня. Сейчас как-то проще относимся ко всему этому. Если честно, в тот период я считала, что это гораздо серьезнее, гораздо опаснее. А сейчас мое окружение, ну где-то процентов 40, уже переболели короны. И вроде как у всех все хорошо. Все этот момент пережили. А сейчас я понимаю, что в тот период, конечно, это была просто паника. У нас с тех времен до сих пор осталась гречка. Прикиньте. Мыло. Я накупила дешевого мыла. Которое сейчас, например, нам совершенно не нравится. Мы в последнее время вот этим вот кусочным мылом даже не пользуемся. Мы только жидким. Я как-то не особо люблю. Мне кажется, это и не очень гигиенично. Кто-то моет свои грязные руки. Потом ты лучше жидкая. Вот это все у нас до сих пор лежит. Прикиньте, до сих пор не использовано. И вот сегодня у меня опять паника. Я такая говорю, надо купить бумагу. Надо купить это. Это третий десятый. А мама наоборот. Мама на расслабоне, на чиле. Мама говорит, ну не будет подсолнечного масла. Будет оливковое масло. В Турции же очень много оливок. Они производят оливковое масло. Когда я начинаю эту тему, мама просто начинает смеяться надо мной. Прикиньте. Вообще, по натуре мне бы повод. Я паникер. Рецепт на все это обязательно будет в инфобоксе. Обязательно переходите. Напишите, пожалуйста, в комментариях, закупаетесь ли вы продуктами и всем этим, что может подорожать. Я в магазинах как-то особой паники не вижу. Но в моей голове эта паника периодически появляется. Парень тоже смеется надо мной. И мама с такой легкостью говорит, ну подорожает немножко. Купим чуть-чуть подороже. И что? И что? И что? Наша небольшая семья. Всего два человека. Сколько мы едим? Сколько мы тратим? Клубника просто бомба. Честно говоря. Иногда бывает огромная клубника, но она совершенно не сладкая, как резина. Здесь такого абсолютно нету. Пахнет нечто просто. У нас ее выращивают в парниках. Прямо у нас в Азербайджане. Поэтому она недорогая. Недорогая в том плане, что сейчас, например, апрель. В апреле еще же не сезон, а в сезон вообще дешево она стоит. И мама даже мне говорит, вот, например, если человеку нечем заняться, идеальное решение. Купить участок, построить там парник. И все. Кстати, я начала интересоваться. И оказывается, у нас есть своя фирма бумаги. Я даже не знала, прикиньте. То есть у нас Азербайджан. Сам тоже производит бумагу. И это, конечно, очень хорошо. Над ней мы не останемся. Так вот, мама мне сегодня говорит, можно просто, например, купить участок, построить там, например, теплицу, манять людей на работу, которые будут помогать ухаживать за этим всем. Чем тебе не бизнес? Выращивай, продавай. Как это вкусно. Как это было вкусно. Но я все-таки не послушала маму. купила себе 50 тетрадей. Как-нибудь во влоге вам покажу. Просто с одной стороны, вроде кажется, что выгодно закупиться и оставить. Но учитывая мой опыт, например, с коронавирусом, у меня до сих пор лежат где-то, наверное, 4 упаковки или 5. Я вам покажу как-нибудь во влоге мыло, которым мы не пользуемся. То есть со временем взгляды на жизнь меняются, как-то предпочтения меняются. Например, мы дома, можно сказать, полностью перешли на жидкое мыло. Я поела, наелась. Было реально очень вкусно. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите обязательно в комментариях ваше мнение, стоит ли мне выкладывать видео вечером, когда все открывают пост, или продолжать выкладывать по 2 видео в день, чтобы вам было удобно смотреть. А те люди, которые держат пост, просто чтобы вечером смотрели эти видео. На этом все. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока!